Уважаемые коллеги, дорогие однопартийцы, сегодня рассматривается программа, и слушая здесь выступление наших коллег, я вспомнил, что не так давно, несколько дней назад, была для кого-то знаменательная, для кого-то не очень дата 30-летия августовских событий 1991 года. Я в это время, естественно, как и все, вспоминал, что мы делали тогда. Тогда мы, назову его последним правительством Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, стояли 22 августа 1991 года на балконе здания правительства или Белого дома, как это называлось, мы были полны надежд, мы были полны уверенности в том, что теперь пришло то время, когда мы можем созидать свободно, красиво, у нас будет новая страна, страна, в которой будет много-много счастливых людей, и мы, собственно, об этом думали. И, конечно, начались разного рода партийные образования, и с партийным образованием началось принятие программ, программ разных. Все они, естественно, были о хорошем, все они, естественно, были о том, как нашу жизнь сделать лучше. Ну, после 91-го был 93-й, после 93-го были залоговые акционы, были программы всеобщей правитизации, после 93-го начались события на Кавказе, когда туда слетелось все, даже не знаю, как его назвать, бандитское сообщество со всего мира. После этого был 95-й, а программы все принимались, проходили съезды, конференции. Все эти программы, вплоть до, наверное, 2004-го года, в конечном итоге, выливались в антикризисные программы правительства России. Каждый раз мы выходили из кризиса, из одного, из другого, из третьего. Я не могу сказать, что после 2000-го или 2004-го года в стране не было кризисных ситуаций, они были во всем мире. Примером тому, 2008-й год. Но как в 2008-м году, когда Владимир Владимирович Путин был председателем правительства, мы выходили из этой ситуации. Тогда штаб работал круглосуточно. Мы проводили заседания правительства в час и в два ночи. Но у нас были возможности, потому что у нас к тому времени была правящая партия. Партия, на которую можно было опереться. Партия, которая могла провести эти иногда, может быть, не очень популярные решения в жизни. И это была, пожалуй, первая программа, из которой мы вышли с честью, победителями. Не хуже, чем многие-многие другие. Именно тогда мы начали покупать собственные автомобили, потому что закрыли ввоз автомобилей из-за рубежа. Именно тогда мы начали делать собственную инженерную и дорожную технику, потому что закрыли ввоз техники. И все контракты были обязаны выполняться исключительно нашей техникой. Именно тогда началось возрождение и возродилось производство общественного транспорта, потому что мы начали производить и давать заказы своим автопредприятиям. И так было дальше. И так было дальше. И сегодня мы обсуждаем программу, в которой действительно вложено много трудов, талантов. Но несмотря на то, что она действительно является всеобъемлющей, действительно делалась многими-многими людьми, это лишь маленькая часть того, что предстоит сделать по реализации этой программы. Действительно маленькая часть, потому что впереди очень и очень много дел, которые надо сделать. С этой трибуны только что Владимир Владимирович Путин сказал об авиации. Что такое 340 миллиардов для нашей авиации? В том числе или в первую очередь для региональной малой авиации. Таких денег никогда на этот проект и на эту тему не выделялось. А параллельно с этим те, кто живет не только в Сибири, на Севере, на Урале, на Камчатке, они знают, что с каждым годом все меньше и меньше самолетов Ан-2, вертолетов Ми-2 вообще практически нет. Вертолеты Ми-8, которые в советское время, Казанский вертолетный завод производил одну штуку в сутки. 365 вертолетов каждый год. Это не считая воевой техники и каких-то других вещей. И сегодня выделяются такие деньги. Я абсолютно убежден, для того, чтобы реализовать то, что было озвучено с этой трибуны, то, что было заложено, и сейчас мы это, наверное, утвердим, скорее всего, утвердим в народную программу, для того, чтобы все это реализовать, надо побеждать. Надо побеждать. Чтобы это не превратилось в очередную предвыборную программу. Предвыборная программа, она звучит вроде бы красиво, предвыборная. То есть до выборов мы это все обещаем, а после выборов мы за это не отвечаем. И здесь я хотел бы внести предложение. Предложение, на мой взгляд, с одной стороны, простое, с другой стороны, важное и нужное для всех, кто нас слышит, видит и кто нам верит. Это предложение в следующем году провести партийную конференцию, на которой подвести итоги первого года. Но для этого надо побеждать. И делать это ежегодно до следующих выборов. Чтобы люди видели, насколько мы в состоянии выполнить все то, о чем говорили, с этой трибуны и со многих других трибун по нашей стране. Но для этого надо побеждать. И я очень надеюсь на то, что у нас будет возможность эту большую, замечательную программу по строительству и созданию, обновлению, развитию больших и замечательных проектов. У нас будет возможность реализовать это все. Я хочу предложить нам всем программу принять и приступить к ее реализации не только до выборов, но, самое главное, после выборов. Потому что я надеюсь, что у нас тогда будут все возможности для того, чтобы ее реализовать. Спасибо. Сергей Николаевич, ваше мнение по поводу этих слов? Да, мое мнение такое, что Шойгу еще очень и очень мог бы многого сказать о том, что происходило в то псевдореволюционное время, которое и Шойгу, и вся страна пережили 30 лет назад. Вот проклятая российская история, как же она по-разному читается, не то, что через 30 лет, она читается по-разному даже на второй день после события. Почему я говорю проклятая? Ром, вот посмотри, 17-й год. Одни называют, что это была революция, другие говорят, был государственный переворот. Событие августа 91-го года. Ельцин тупо называет это переворотом, военной хунтой и так далее. Я помню, обращаюсь с этим вопросом к маршалу Дмитрию Дмитриевичу Язову. Дмитрий Дмитриевич, вы были членом ККЧП. Что это было? Это что, действительно, как Ельцин говорит? Что-то хунта хотела захватить власть, это переворот, это военные и так далее. Дурак он. Сказал мне маршал, это была наша последняя попытка спасти Советский Союз. Только, к сожалению, очень плохо организованная. Это я признаю. Если бы была возможность, я бы по-другому, конечно, конечно, конечно действовать. Ну и теперь, конечно, Рома, некоторые тупари, я не побоюсь сказать, часто звонят и говорят тем военным, которые были в 91-м году в Москве, хотя бы. Вы предатели, вы сволочи, вы не спасли Советский Союз. Я обычно отвечаю. Ну, во-первых, такой вопрос, это совершенно тупая постановка вопроса. Потому что армия предназначена для защиты государства от кого? От внешнего врага. А если вы говорите, почему я не защитил или мы не защитили распад Союза, хотя бы перед теми, которые тусовались у Белого дома, то я бы хотел посмотреть ваши глаза. После того, как ваши брат, сестра с оголченными глазами ходили аплодируют Ельцину, а полковник Баранец подъехал туда на танки и намотал кишки ваших родственников на траке своего танка. Вы этого, может быть, хотели? Ну, я же защищал Советский Союз. И мне наплевать, чтобы задушил и расстрелял бы там пару тысяч человек. Вы этого хотите? Это гражданская война. И вообще преступно втаскивать армию вовнутри политической разборки. Как это было сделано и в 91-м, и тем более, тем более в 93-м. Дорогие друзья, это было в октябре 93-го года. В армии никогда не должна заниматься, выступать во внутренней разборке, политической разборке внутри страны. Запомните, Тарас, у армии есть только внешняя функция, дорогие друзья. Вот там, когда наторцы попрут на наши границы, вот тогда вы нас спросите, военных, за что мы вам деньги платим? Почему они уже под Смоленском? Вот тут мы будем драться, дорогие друзья. Тут правильно армию применять. А стрелять в Ивана Ивановича или Марию Прокофьевну, извините, пожалуйста, армия не должна. Вообще порядка внутренней войска, есть ФСБ, есть другие структуры. Вот, друзья, и занимайтесь. Это нам великий урок, дорогие друзья, я вынес из августа. А по этому поводу, это главный урок. Не трогайте армию, когда вы устраиваете свои политические свары. Не трогайте армию. Если армия шевельнет своим броневым плечом, Россия будет по верхнюю губу в крови стоять полвека. Продолжение следует...